Как мы начинали определять размер? Вот с чего мы начинали? С чего? Сначала нужно прочитать стихотворение, а потом... Это очень важно. Прочитать стихотворение медленно, внятно, про себя. Да? Может быть, даже вслух. Отлично. Итак, первое. Прочитать. Дальше. Дальше будем выделить слоги, на которые падает ударение. Выделить ударные слоги. То есть написать себе схему ударных и безударных. Отлично. Так, еще. Третье. Следующее. Да? Определить наименьшее повторяющиеся единицы. Отлично. Посмотреть, какая наименьшая единица повторяется. Заметьте, это может быть слог. В ваших примерах такого не было. Ужаса. Это может быть стопа. Вот в ваших примерах она и была. Да? Это может быть сумица. Так, в ваших примерах этого тоже не было. Может быть целый стих. Конечно, он всегда повторяется. Это понятно. Итак, наименьшее повторяющиеся единицы. С чем возникли сложности? Теперь вопросы. Так, Игорь, что скажешь? Валяйте четвертого, первого примера Мироскова. Страсть Львович. Ну, это запись Раскова, да? Какие Раскова. Я говорил в отличие Раскова. Замечательный человек. В течение многих лет куратор, или мы сейчас сказали, ректор, Московского университета. Петвердый после Ломоносова. Да? Ну, Ломоносова тоже застал. Да? Как был ему очень ром. Совсем не только стихами занимался. Мы сейчас это имя почти забыли. Он в отличие Расков. Но, тем не менее, это человек, который 30 лет занимал должность ректора Московского университета. Что само по себе, наверное, для нас с вами не важно. Да? Хорошо. Итак, вот его стихи. Страсти любовные жертвы дает. Златый тот кровный варствую куворобу с ним бьет. Смертный спасает, смертный убит. Мир подтверждает в брани творения. Что непонятно? Там ритм. Там сначала по ритму идет ударный, безударный, безударный, ударный, безударный. Первый строчек, потом ударный, безударный, безударный, ударный. Можно чуть точнее вопрос формулировать? Что непонятно? Тут идет хорей, потом ян, потом безударный, потом хорей, ян и тому подобное. То есть вообще чепуха? Да, это чепуха. Так, у кого еще этот вариант есть? Это же такси. Это такси. Тот же самый. Правда? Да. Правда? Почему? Там уже ударный слог есть еще один. Так, сначала идет такси, потом идет половина с такой. Ударный, безударный, как первый строчек, и не нападает оно безударное. Но так как у ударных слов есть истина, то считается свободной строчкой. То есть, смертный спасает, смертный убит. Смысл, понятно ли? Да. О чем это речь? Смаф. Золото смертных спасает и смертных убит. Это как? Это показывает, что золото это вашего бочего может его убить. Отлично. Золото может спасти, золото может убить. Да? Замечательно. Злато ток кровный. В чем была сложность? Пить. Херасков сравнивает здесь золото с тем, что течет у нас в жилах. С кровью. Злато ток кровный. А может оно здесь... Почему это все-таки дактиль? Потому что для начала это форма дактиля первая. Измененный дактиль. Измененный дактиль чем? В том, что последний шок от ударения. Здесь дактиль изменился на что-то вообще непонятно. Правда? Так. А вот это половинка такой дактиля? Это половинка дактиля. То есть наш с вами нормальный дактиль. Из-за чего мы знаем, что весь текст это все-таки целиком дактиль. Ну, иногда уторяется одно и то же. Одно и то же. Стояние. Стоп. Вот всякий раз вот такое? Нет. Нет, не так. Первый раз, второй раз. На стихе. Другой раз. Может быть в других строках нормальный дактиль? В других строках выглядит вот так. Как так? Поэтому изначально... Смертных спасает, смертных убит. Правда? Так? Я подняла скажу, что в этих строках как раз система одинаковая. То есть, первая стопа это дактиль с тремя слогами. А вторая стопа это неполный дактиль. Заметьте, у нас, как вы помните, не должно волновать то, что после последнего удаления. Да? Все равно перед нами вот такая странная строчка дактиля. У кого еще встретился двустопным дактиль? Должен быть почти у всех. Да? Маха? Хирасков Златову яла смертных прождуй, пользуясь стал всем на беду. Честь им теряем, честь достаем, им умираем, им не живем. Вот тоже дактиль люди. Замечательно. Не трудно догадаться, что из того же стихотворения, простые люди. Да? Злато влияло в смертных прождуй. Это как? Ну, влияло, да. Ну, создавало войны из-за золота. Конечно, из-за золота были войны. Пользою стало всем на беду. Это как? Что здесь непонятно, Маля? Пользою стало значит то, что было полезным. Золото было полезным в качестве средств каких-то, а это принесло беду всем. Одновременно, да? И беда, и польза. Золото. Честь им теряем, честь достаем. Ну, правда? Ну, честь им теряем, то, что люди, которые все отдали, то есть даже отдали свою честь, и все такое. А честь достаем, это, почему-то некоторые люди считают, что чем богаче, тем честнее, и улучшить как золото. Живее, то есть, смотрите, честь и золото находятся тоже в каких-то сложных взаимоотношениях, да? Им умираем, им и живем. Это понятно. Всякий раз получается, да, что золото это и польза, и вред. Правда? Так, хорошо.